Атонная электростанция отмечает юбилей. 55 лет с момента пуска первого энергоблока. Мы решили показать развитие электростанции глазами ее работников. Во-первых, я когда закончил Новочеркасский политехнический институт в 1972 году, по распределению был все направлено. Раньше распределение было. Сюда нас поехали два человека. Денис Александрович Николаевич, он, кстати, воронежский, а я сам в Ставрополье. Поэтому впечатления были первыми мне достаточно очень интересные. Во-первых, природа, город. Тогда, когда приехали молодыми, в магазинах с Ивановалом после студенческих лет. Ну и 9 октября 1972 года приказом я был принят на нашу станцию Новочеркасский. В 1975 году мне назначили начальника смены электроцеха на первом тронблоке. Мне, честно говоря, повезло. Повезло. Почему? Потому что в коллективе цеха создан такой климат. Он был создан до меня, что, в общем-то, людей не пытались наказать, а понять причину, что так происходит. По моему мнению, это, значит, допустим, так все взять, ну, проценты мы возьмем, пусть 50% знаний он получил в базовом, ну, в этих пределах. Значит, остальные процентов 30-20 он получил здесь во время, так сказать, изучения на своем рабочем месте. Остальная часть, 20-30%, и она постоянно как константно, можно же увеличиться, снижается, она требует все время обновления знаний. Потому что оборудование постоянно меняется, требования меняются. А второе, значит, память. Третье, значит, персонал нужно учить. Поэтому всегда нужно идти в ногу с премием и с новыми технологиями. Это невозможно. В этом году прошел юбилей нашему цеху, исполнилось 60 лет. Это было первым августа у нас, 59-го, цех организовался. И вот, значит, на этой встрече, так сказать, все общались, говорили о своем опыте и так далее. И все говорили о своей работе. Я когда ушел, значит, на пенсию, я уже сейчас сам. Первый год вообще я не спал. Вот все снятся сны, я на работе с людьми, я вот там все решаю. Просто вот декридаж не закончится. Начинают бесить всех. Вот как минимум всех работа снится. И вы знаете, сейчас иногда так жалею, думаю, сейчас занято уже не то. Вот. Поэтому я хочу сказать, да, это то ли время так настраивало нас, то ли, так сказать, какой климат составил. Скорее всего, и то, и то. Хотя и сейчас, вот я когда встречался с работниками цеха на юбилее, и, в принципе, отношение такое же и осталось. Коллективу Народичской атомной станции и всем, кто принимал участие в строительстве, эксплуатации атомной станции, я бы хотел пожелать хорошего настроения, удачи, долголетия тем, кто на пенсии, и безопасной, и надежной работы атомной станции. Продолжение следует...